Приветствую, друзья! С вами на связи Ольга Барабанова. И с удовольствием хочу поделиться в этом видео своими наблюдениями, своим опытом и знаниями принятия решений. Дело в том, что уже несколько дней у меня созревает идея этого видео. У меня периодически я общаюсь с людьми, которые мне передают этот опыт, за которыми я с удовольствием наблюдаю, наблюдаю за результатами, наблюдаю за собой, за своими ощущениями, пониманиями, за результатами, которые происходят. И хочу передать полезную информацию, которая, я уверена, поможет вам в принятии решений. В чем-то вы, возможно, увидите себя, вы увидите свой опыт, вы увидите свое поведение, что-то, возможно, примените уже сегодня, завтра или в следующий раз, когда станете перед определенным выбором. Во-первых, на какие вопросы я бы советовала вам получить ответы, когда вы принимаете решение? Какие мои ожидания от принятия этого решения? То есть, если я сейчас принимаю решение, что я в результате хочу получить? Второе, когда я хочу получить этот результат? Когда ты принимаешь определенное решение, важно понимать, что есть время для обдумывания решения, для анализа определенной информации, ситуации и так далее, и есть время для действия. И вот, когда ты уже принял решение, время для думания, обдумывания, ощущений, оно заканчивается. То есть, есть время для принятия решения, и есть время для действия. И когда вы с этим соглашаетесь, вы принимаете это себе как принцип жизни, ваша жизнь становится легче и проще. Потому что один раз вы уже подумали, возможно, вы уже сто раз подумали, обдумали. Как говорится, сто раз отмерь и один раз отрежь. Вот вы уже обдумали, и после этого вы приняли решение. Когда время обдумывания заканчивается, начинается время действия. Согласитесь, что когда у нас все складывается легко, нам от этого классно, комфортно, мы счастливы. Но когда мы принимаем решение, мы сами утяжеляем вот этот момент принятия решения. И как следствие, я вижу, как люди сами себя мучают. Когда человек продолжает ждать каких-то идеальных условий, каких-то еще более идеальных условий, чем сегодня. На самом деле, самое идеальное время для принятия решения, это сейчас. Когда вы уже думали, когда вы уже прочувствовали вот это важное, что вы прислушиваетесь к своей интуиции. Это будет мой следующий пункт, которым обязательно хочу поделиться. Но когда у вас уже решение произошло, вы прочувствовали, что вы хотите либо да, либо нет. Не важно, какое вы решение приняли. Но чаще всего, когда человек уже принимает какое-то положительное решение, он принимает решение о переезде или он принимает решение о начале какого-то бизнеса, о какой-то встрече, о посещении какого-то мероприятия. Но всегда откладывает, потому что на сегодняшний момент, вот у нас сейчас замечательная весна, сейчас идеальное время для прогулки. Там просто все благоухает этой свежестью. Но в этот момент со дном идет дождь. И мы думаем, нет, сегодня не такой уж прекрасный весенний день, я пойду погуляю в следующий день. Я начну делать зарядку в более идеальных условиях. Сегодня я проснулся на 15 минут позже. И таким образом мы всегда ожидаем каких-то идеальных условий. Есть ситуации, в которых люди думают, вот сейчас биткоин стоит 10 тысяч долларов, я подожду, когда он... Вот было бы хорошо, чтобы он стоил там 6 или 5 тысяч долларов. Когда эта ситуация наступает, человек думает, ой, а почему это биткоин так слишком упал? Наверное, что-то не так, я еще подожду идеальных условий. Бывает обратная ситуация, когда человек видит биткоин по цене, допустим, 6 тысяч долларов, он думает, а я подожду, пока биткоин будет по 20 тысяч долларов. Какие плюсы и минусы в том, что я отложу конкретные действия в этом направлении, вот плюсы и минусы. Конечно, нам кажется, что идеальные условия будут потом, и плюсов будет больше. А вы посмотрите с двух сторон, какие есть плюсы и минусы, если вы еще дальше передвинете принятие своего решения. Следующее, почему мы откладываем уже принятое решение, мы его не переводим в активное действие, а вот в ожидании, оставим, да, в такой режим ожидания. Это из-за внутреннего страха, внутренней боязни взять ответственность за свое вот это принятое решение. Тебе нужно, знаете, вот есть ситуации, в которых тебе уже ты нашел одно подтверждение, второе подтверждение, третье, пятое, десятое, но тебе всегда мало, ты боишься, чтобы это было именно твое решение, ты хочешь, чтобы тебе еще кто-то подтвердил. Люди любят, чтобы за них кто-то другой принял решение. Таким образом, они думают, что они жизнь себе упрощают, а на самом деле жить становится, знаете, как ком, который становится все сложнее и сложнее, ты каждый раз потом ищешь виноватых, ты думаешь, а это же он мне подсказал, это же он мне сказал, или вот это там на заборе было написано, и я этому поверил. Так вот, есть забор, это ладно, но есть две категории людей. Одни, которые любят советовать, а другие, которые боясь взять ответственность, за свою интересную, прекрасную, вообще супер классную жизнь, боясь взять эту ответственность, они ищут, чтобы им кто-то решил. Причем не просто подсказал, а ты мне скажи, что делать, ты мне скажи, как сказать, как написать, как еще что-то. И я вот так вот и сделаю. Раньше я думала, что это, в принципе, хорошо для каждого человека, то есть один находит себе подсказчика, а второй как бы готов всю жизнь советовать. И в принципе все довольны. Но сейчас мне интересно работать, развиваться и окружать себя теми людьми, которые хотят развиваться, то есть стремятся к развитию. А такое развитие, когда ты хочешь, чтобы за тебя кто-то принял решение, оно невозможно. То есть ты сам себя ограничиваешь, второй тебя тоже ограничивает, знаете, как деревья, которые растут несколькими уровнями вот в лесу. Есть те, которые растут как кустарники, есть потом следующий уровень деревьев и следующий уровень деревьев. И вот тот, который наверху, он забирает большую часть солнца, и вот эти вот маленькие, они никогда не вытянутся, потому что вот этот большой, он их уже перекрыл. Вот сейчас мне интересно работать людьми, которые не хотят никому навязывать свое мнение. И даже во благо, когда ты понимаешь, что человек не может сам принять решение, вот я реально сейчас играю в такую игру. Когда человек говорит, ты мне скажи, надо или не надо, я человеку не даю вот этот ответ. И я понимаю, что лучше один раз перестрадать, перемучаться, наконец-то принять самостоятельно, какое-то решение, и потом в результате получить какой-то результат. Конечно, возможно, мы находим, если один не подсказал, найду второго, который взял за меня ответственность, который мне что-то подсказал, пообещал там, я ему поверил, и все, опять у меня жизнь как будто легкая. Но по факту, что мы получаем в конце? Если ты сам не принял решение, то в конце ты опять ищешь виноватых, а тот, который советовал, он в принципе не виноват. Он за свою жизнь ответственность принял. А тебе он просто посоветовал. Есть люди, которые советуются абсолютно по мелочам. Когда выбирают ужин, например, ты подстраиваешься только под то, что тебе кто-то посоветует. Когда ты приходишь в ресторан, ты опять же прислушиваешься, кто тебе что-то посоветует. Ты приходишь в магазин, и там прислушиваешься, кто тебе что-то посоветует, что тебе продали там по телевизору, в рекламе. А самостоятельно попробуйте принять решение, развить в себе привычку самостоятельного принятия решения. И тогда постепенно и к большим решениям вы будете также относиться, как к игре. Потому что к финальному результату тоже вы сами решаете, как к нему относиться. Если вы проанализируете и с одной, и со второй, и с третьей, то как минимум, потому что это было ваше решение, оно в любом случае для вас будет правильным. Потому что ваше внутреннее состояние подсказывает вам то, что вам сейчас нужно, какой вам опыт сейчас нужно пройти. И знаете, очень часто бывает, когда на первый взгляд тебе кажется, что ситуация негативная, а потом по истечению времени ты получаешь, что все тогда сложилось наилучшим образом. Доверяйте себе и своему внутреннему ощущению. Теперь по поводу своего внутреннего ощущения. Давно я услышала или прочитала, честно не помню, в одном из интернет-источников была очень мудрая, на мой взгляд, сфраза, которая мне очень-очень отгликнулась, наверное, потому что я в этом направлении сейчас развиваюсь. Те люди, которые живут на 100% в уме, их легче всего обмануть. Те люди, которые принимают решения только логикой, только выгодой, только чистыми цифрами, их легче всего обмануть. Они легче всего самообманываются, даже не внешними какими-то условиями, людьми, ситуациями, а мы сами себя обманываем, когда мы принимаем решения только логикой. Когда ты прислушиваешься к своим ощущениям, к тому, что тебе... Ты не можешь объяснить, почему ты так думаешь, почему тебе кажется, что так можно делать, ты это просто чувствуешь. Когда ты к этому прислушиваешься и принимаешь решения на основе того, что тебе, как говорится, сердце подсказывает, интуиция подсказывает, рука у тебя в какой-то момент зачесалась или сердце начало больше колотиться. Если вы не слышите своего внутреннего голоса, я вам искренне рекомендую обратить на это внимание, потому что внутренний голос есть у каждого человека. И если вы его не слышите, это не значит, что его нет. Просто вы перестали его слышать, вы перестали обращать на это внимание. И еще по отношению к принятию бизнес-решений. Иногда наша жадность приводит к еще более высоким потерям. Возможно, вы наблюдали за этим уже в своей жизни. Возможно, вы так же, как и я, сейчас наблюдаю за другими людьми. Когда-то я была на криптоконференции, в которой один из спикеров рассказал о очень понятном примере, как это работает. Допустим, вы выбрали себе какую-то криптовалюту для покупки. Вы изучили, во-первых, вы не из Бурта Барахты купили, приняли решение купить эту криптовалюту. Вы решили, потому что вы изучили историю создания криптовалюты, вам нравится команда, вы следите за новостным фоном, вы видите позитивный тренд, и вы ожидаете, что эта криптовалюта в ближайшие месяцы и годы она вам даст хороший прирост, увеличение вашего капитала, вашего инвестиционного портфеля, криптопортфеля. Вы принимаете решение купить эту криптовалюту. Вы заходите на биржу и начинаете высчитывать каждый цент, на котором вы сейчас можете сэкономить. И очень часто я наблюдала за собой, я наблюдаю за другими людьми, которые на желание вот этом сэкономить несколько центов, их жизнь заставляет заплатить потом еще больше. То есть ты не покупаешь по той цене, которая сейчас, хотя ты понимаешь, что эта инвестиция тебе принесет десятки, сотни процентов, а то и тысячи процентов прироста. Если ты правильно выбрал инвестицию, куда инвестировать, ты понимаешь, что тебе это даст намного больше. процентов, ты начинаешь экономить какую-то долю процента. В этот момент цена начинает увеличиваться и ты плачешь все равно больше. Не зря есть такая пословица, которая говорит, скупой платит дважды. Я видела, как люди, не желая, знаете, заплатить каких-то несколько долларов, там 2, 3, 4, 10 долларов, они теряли сотни долларов, потому что вовремя не сделали ту инвестицию, до которой нужно было доплатить несколько вот этих долларов. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу принятия решения, какие факты я еще использую, например, что будет, если я так поступлю, и что будет, если я так не поступлю. Есть еще замечательная техника, когда ты прописываешь все плюсы и минусы принятия решения. И если раньше я принимала эти решения только логикой, то теперь на каждый плюс и минус я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. И поверьте, жить становится легче. Каждое принятое решение и действие в этом направлении всегда оказывается лучше, всегда оказывается интересней. Возможно, потому что я всегда нахожу какой опыт я получила в каждой ситуации. Потому что если оценивать каждую отдельную ситуацию только по одному какому-то критерию, то, возможно, она и будет выглядеть какой-то негативной. Хотя все ситуации, они абсолютно нейтральны. И отличать эти ситуации плохие от хороших это именно ваши отношения, как вы относитесь к этой ситуации. Поэтому я вам желаю принятия осознанных решений. Я вам желаю прислушиваться к своему внутреннему голосу. Самое лучшее время для принятия решений это сейчас, когда вы уже проанализировали огромное количество фактов, когда вы уже приняли решение. И единственное, что остается, это действовать или подождать. Вот мой выбор это действовать. Какой выбор выбираете вы, это уже дело ваше. В любом случае я вам желаю успехов, процветания и наслаждения от процесса принятия решения и наслаждения от результата, который вы получаете. Если видео вам было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк. Если также мне было бы интересно услышать, что именно полезного вы получили из данного видео, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. и если есть какие-то вопросы по данной теме, конечно же, также напишите их в комментариях. Я с удовольствием и отвечу. Возможно, письменно, возможно, запишу еще отдельное видео. С вами на связи была Ольга Барабанова. До встречи в следующем полезном видео. Пока-пока!